Всем привет! С вами снова Александр. Я сегодня вам расскажу о новинке, которая появилась на рынке в мире колясок. Это представила компания BabyJogger новинку. Модель называется CityTourLux. Это действительно уникальная, на мой взгляд, коляска, которая сочетает в себе компактность, легкость и полноразмерность именно посадочного места и люльки для ребенка. То бишь, она маленькая, но не в ущерб комфорта ребенку. Но такие вот сочетания, на самом деле, они почти никогда нигде не встречаются. Это огромная редкость. Но BabyJogger Smog, кстати, единственное, хочу добавить, эта коляска представлена только в магазине Первая коляска на текущий момент. И нигде больше купить ее нельзя и посмотреть, соответственно, тоже. Поэтому добро пожаловать в нашу сеть. Можете прийти в любой магазин, предварительно позвонив, уточнив, что она сейчас в данный момент есть в наличии, и прийти ее изучить. Ну а мы сегодня с вами ее изучим здесь, на моем канале. Я вам покажу, что она из себя представляет, как ей пользоваться. Ну и в заключении, как обычно, мое короткое мнение. Вот, собственно, сама колясочка. Сейчас она у нас стоит с люлечкой, потому что вы ей начнете пользоваться в любом случае первой, если берете ее как два в одном. Вот в таком варианте она весит около 10 килограмм уже с люлькой. И около 9 килограмм она весит с прогулочным блоком. Его я вам чуть позже покажу. И сразу хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, люлька, она действительно полноразмерная, компактненькая. Единственный минус, она низковато расположена. Ну, это вот единственный компромисс, скажем так, жертва компактности. Если ее сделать выше, больше, то нужно и раму делать больше. Поэтому с этим придется мириться, дабы как бы иметь компактную колясочку. Вот, собственно, вы можете оценить внешний вид. Сейчас вот смотрите, как она выглядит. По-моему, ничего так. Так, давайте про люльку сразу вам расскажу. Люлька, да, большая, полноразмерная. С этим все в порядке. Кстати, она еще и достаточно глубокая. Сейчас я уберу вот эту накидочку. Накидочка, кстати, тепленькая, плотная, непродуваемая, непромокаемая. Поэтому защитит ребенка в любое время года очень хорошо. В холодное, естественно, время года тоже. Так, что касается внутренности. Вот, можете обратить внимание, она действительно глубокая. Получается, ну, я не знаю, сколько точно сантиметров. Я добавлю ссылку в описании, посмотрите. Там все в миллиметрах, в сантиметрах показано. Вот, она реально длинная, широкая, глубокая. Я считаю ее полноразмерной. Это размер больших полноценных колясок. А у вас тут дорожный вариант, который складывается вместе с люлькой. Сейчас я вам это продемонстрирую заодно. Козырек, кстати, вот видите, он достаточно большой. Единственное, у него нет дополнительных секций выдвигающихся. Это, по-моему, единственный его минус. И дальше, чем вот это положение, он не наклоняется. Так, что касается задней части, вот здесь обычно, точнее говоря, часто на колясках бывает возможность ее отстегнуть какую-то секцию и проветривать. Здесь, к сожалению, такой возможности нет. Здесь нужно прям полностью вот так брать и отодвигать. Хотя принцип тот же. Можно открыть да проветрить, если ребенку душновато. Так, теперь смотрим, как это все добро складывается. Прежде чем сложить, вам нужно здесь снизу два ремешка освободить нужно и дернуть еще за один ремешок снизу посередине. После чего берем, опускаем козырек кнопочкой, запрокидываем саму люльку, еще одна кнопочка, и все. Все, коляска у вас сложилась. Вот, собственно, какая она в сложенном виде с люлькой. Я считаю, это размер абсолютно адекватный, учитывая, что это люлька, а не прогулочный блок. Обычно люльку нужно всегда как-то убирать отдельно. Здесь проблем с этим нет. О, секундочку. Так, вот, собственно, как это выглядит. Потом обязательно, когда разложили обратно, ремешки эти натягиваем снова. Это распорки, которые раздвигают вот эту вот всю часть и делают ее жестче. И снизу есть липучки. Вот так вот. Все. Можно, собственно, эксплуатировать. Это, что из себя представляет люлька. Давайте теперь я вам покажу, что такое в ней прогулочный модуль. Это мы уберем с вами. Вот, собственно, само шасси. Вы можете пока посмотреть, как выглядит. К нему вернемся чуть позже. Бампер, кстати, сейчас идет в подарок. Поэтому беспокоиться о его покупке отдельно нужно не будет. Так, все. Вот сам прогулочный блок. Ставится он и по ходу движения, и против хода движения, и складывается. Соответственно, тоже и по движению, и против хода движения коляска складывается вместе с ним. Так, что касается самого блока. Вот можете обратить внимание, что мне нравится. Спинка жесткая. Спинка высокая. Положение здесь, ну, не 90 градусов, но, по крайней мере, близко к этому. И ребенок, многие родители, по крайней мере, хотят, чтобы ребенок их нормально сел. Не с наклоном, а именно вот сидел под 90 градусов. Там, или держался за бампер, этот момент. Здесь есть такая возможность. Наклон реализован здесь с помощью вот кнопочки. Здесь, получается, у нас два промежуточных и два крайних положения. Собственно, четыре, получается. Козырек, ну, достаточно приличный козырек. Вот мы лежим полностью. И закрыт ребенок нормально. Вот, собственно, если сверху смотреть, по самой ноге. Также есть смотровое окошечко сзади с москитной сеткой. И что мне всегда нравится, когда эти крышечки, они на магните. Это очень круто. Так, что касается безопасности. Пятиточная система ремней. Мягкие накладки и на паховой зоне, и на плечевой. Это здорово. Подножка у нас регулируется. Вот таким образом. Так, посмотрим, может, еще какие-то есть возможности. Так, так, мы сидим. Все, дальше не идет. Собственно, вот так это все регулируется. Сейчас покажу вам, как это ставится против хода движения. Вот так вот мы едем против хода движения. Можно вот так вот опрокинуть, пока ребенок еще маленький. И чтобы он на вас смотрел. Ведь он должен через родителей мир познавать. Вот как это выглядит. По-моему, не дурно. Так, ставим обратно. И давайте с вами посмотрим на само шасси. Что из себя представляет, собственно, сама рама. Начнем с ручки. Кстати, вот смотрите, в комплект идет вот такой своего рода подстаканник. Мне чем нравятся мягкие подстаканники, которые из ткани сделаны? Когда складывается, он не торчит, ни за что не задевает. Вы его не сломаете. В общем, вот это вот очень удобно. На самом деле, мне вот нравится, когда так. Так, ручка здесь. Хват у нее достаточно удобный. Она обделана резиной. Она у нас получается, что вот... Сейчас, секундочку. Да. К сожалению, тот самый минус есть. Она не регулируется по наклону. Я почему-то думал, что регулируется. Но вовремя не проверил. Собственно, сейчас убедился. Нет, не регулируется. Ручка по наклону. Но, в принципе, мой рост 1,86 м. Мне нормально. Поэтому проецируйте там свой рост. Как вам будет, нормально или нет. Кстати, тормоз здесь реализован. Ручной. Все, заблокировали. Нажали кнопку, он разблокировался. Не нужно вообще ничего обувью делать. С этим все в порядке. Так, давайте теперь посмотрим на шасси ниже. У нас здесь большой багажник. Очень удобный доступ к нему и спереди, и сзади. Колеса у нас здесь резина, ну, полиуретан. И амортизация на всех четырех колесах. Вот видите, да? Амортизация есть, это очень круто. Обычно в легеньких колясках этого не делают. Здесь же сделали на всех четырех колесах. Поэтому ребенку будет комфортнее передвигаться. Вообще, идеальная коляска для города и путешествий. Конечно, для плохих дорог, лесополосы, пересеченки, она не очень хорошо подходит. Но город и путешествия с самого рождения можно уже смело прямо вперед. Вот сам доктор прописал. Поэтому вот я считаю, находка для путешественников. Ну, и городских жителей, у кого машина, например, маленькая. Приезжают иногда клиенты, у них там какая-то такая машиночка и багажник. Ну, у них вообще ничего не помещается. И хотят что-то купить, коляску, чтобы она помещалась. Вот хороший вариант для этого. Вот, давайте теперь посмотрим, как она складывается у нас с прогулочным блоком. Все прокидываем. Вот так, раз. Я считаю, огонь. Просто огонь. Очень компактненько, аккуратненько. Единственное, вот этот размер вручную кладь не проходит. Поэтому сдавать ее придется в багаж в любом случае. Ну, у трапа, я имею в виду. Поэтому на ручную кладь не рассчитывайте. Это не ее конек. Но зато она не будет вас обременять своим, собственно, размером самой коляски. В прогулках, путешествиях. Она действительно компактная, удобная, легкая. Я не знаю. Здесь, в принципе, все вообще отлично сделали. Единственное, ручкой бы регулировалась, конечно, было бы лучше. Ну да, она никак не регулируется. Вот. Собственно, и все. Добавить мне больше нечего. Подытожу. На мой взгляд, такое уникальное предложение получилось у компании BabyJogger. Они сделали легкую коляску, компактную коляску и полноразмерную коляску. Я имею в виду место для самого ребенка. Внешне она не такая крупная, но ребенок ущербно себя не чувствует, потому что место там полноценное. Места ребенку будет более чем достаточно. Поэтому, вот, если ищете что-то подобного рода, какую-то компактную, но без ущерба для комфорта ребенка коляску, я очень бы рекомендовал обратить на нее внимание. Вообще, в целом, BabyJogger – это тот бренд, который не стыдно предлагать людям, потому что он действительно надежный бренд. Вот. И абсолютно не стыдно его предлагать людям, потому что он крепкий достаточно. И особо нет никаких гарантийных случаев. Вообще, я даже по памяти не помню, чтобы в BabyJogger что-то сломалось. Вот. Поэтому не стыдно предлагать. Я вам ее и предлагаю для рассмотрения. Как вариант, вообще, я думаю, вам зайдет в любом случае, если вы не за городом и живете, где плохие дороги. Во всех остальных случаях она устроит вас точно. Напоминаю, можно посмотреть ее только в первой коляске. Она эксклюзивно представлена в этой сети. Так что, добро пожаловать, смотрите, изучайте. И если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень помогает мне делать для вас больше качественных обзоров. Да, вообще, в принципе, это мотивирует меня. Это, знаете, такой спортивный интерес. Люди смотрят, лайкают, подписываются. И как-то стараешься для этого больше. Поэтому, в заключение, большое спасибо первой коляске, за то, что предоставили на обзор свою эксклюзивную колясочку. А вам хочу поздать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. До свидания. Продолжение следует...